МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти на треть повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек спит недостаточно, неглубоко, и делает это регулярно, то он очень серьезно рискует устроить врыв компенсации всем системам организма. Первая углубленная фаза сна, она длится примерно 2-2,5 часа, она должна случиться вовремя. Именно тогда запустятся все механизмы, которые будут восстанавливать артериальное давление, нормализовывать его, если оно не в порядке у человека, или поддерживать, если все нормально. Сахар в крови – это очень важно для пациентов, у которых сахарный диабет или изменена толерантность глюкозы. Запускает процессы сна в организме особый гормон – мелатонин. Его же называют регулятором суточных ритмов. Именно мелатонин замедляет процессы старения, усиливает эффективность функционирования иммунной системы, участвует в регуляции функции пищеварительного тракта. Пик концентрации мелатонина приходится на 22 часа. Нарушения сна могут носить как временный, так и хронический характер. Ситуационная бессонница может возникнуть в преддверии важного события или сразу после перелета в другой часовой пояс при смене климата. На полную адаптацию в таком случае потребуется около трех недель. Самая большая проблема – это хроническая инсомния, когда человек длительно, не просто месяцами, а годами не спит. И очень прискорбно, что, к сожалению, вовремя не обращаются. Конечно, здесь нужно разбираться очень серьезно, потому что, что значит, я не сплю. Наверное, каждый человек все равно засыпает, но не всегда это контролируют. Это сон, не приносящий отдохновение. И последние научные работы показали, что люди, которые не досыпают, им очень опасно работать с механизмами. Оказывается, количество аварий в крупных городах напрямую связано с нарушениями сна. Для полноценного отдыха и восстановления сил человеку в среднем необходимо 8 часов сна. Возьмите за правило. Крепкий сон невозможен на полный желудок. Прием пищи не позднее, чем за 2 часа до сна. Идеальная спальня – это тихая, затененная комната с прохладным и свежим воздухом. Оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%. На здоровый и крепкий сон весь организм ответит благодарностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова